34 выпуск журнальной серии автолегенды сср грузовики maz 205 и этот выпуск был бы таким же скучным и унылым как все предыдущие мы с вами поразглядывали в модельку со всех сторон я бы мучительно подбирал какие-то факты из истории этого автомобиля но спасибо почте россии и упаковщиком из de agostini они забыли положить один пластиковый упор в эту коробочку поэтому масштабная модель грузовика приехала в виде набора запасных частей ну на самом деле отвалился только кузов с подрамником зеркала но есть что поразглядывать и о чем поговорить несмотря на недостатки упаковки ничего страшного в общем-то не случилось все можно поправить при помощи суперклея который конечно же есть у каждого собирателя журнальных серий тем более что на раме явно видно как китайские сборщики ради экономии времени на операции прихватили две детали лишь в двух точках так что мы жирным слоем суперклея исправим недостатки китайской сборки но сначала поразглядываем масштабную модель самосвала mass 205 в разобранном виде шасси отдельно и отдельно кузов с подрамником нельзя не отметить что снизу грузовик лишился одного из приводных валов зато выхлопная система покрашена серебрянкой чего не было на модельках автоистории сам mass 205 собирателям давно знаком он выходил и в боксах ссм и в коробочках автоистория да и вообще кабина это уже и в серии автолегенды сср грузовики появляется не первый раз был и ярославский предшественник минского грузовика в виде бортовой машины с индексом я ас-200 выходил бензовоз на базе mass 200 и автомобиль газоводяного тушения и даже на коротком шасси этого самосвала mass 205 уже сделали пожарную машину в этой журнальной серии целый выводок грузовиков одного семейства нельзя не отметить что упрощая модельку для выпуска ее у журнальной серии автолегенды ср грузовики китайцы не упростили механизм подъема кузова и он остался таким же каким был моделей ссм или автоистория вообще mass 205 масштабе 1 к 43 это отличная иллюстрация к тому как костромские товарищи ошкуривают собирателей раз за разом продавая одну и ту же модель минский самосвал с ярославскими корнями появился в исполнении ссм весной 2014 года в двух совершенно безумных цветах ярко-оранжевом и красно-желтом до красно-желтые грузовики действительно были у мозгур трансов 60-х и даже попали на светные фотографии иностранных туристов но этот цвет очень далек от массового темно-сине-зеленого оттенка послевоенных советских грузовиков от большого желания и безысходности собиратели брали даже оранжевый то ли по мотивам северных грузовиков сделаны и то ли покрашены как памятник через год костромские китайцы выпустят лимитированный вариант 360 экземпляров maz 205 на которые даже нанесут госномер трафаретные надписи на кабину и кузов и даже пронумеруют маркером каждый выпущенный грузовик масштабе 1 к 43 причем маркером будут написывать на гравированные таблички прикрепленные к подиуму правда например шрифт номеров костромские китайцы так и не смогли подобрать даже к этой супер лимитированной версии чуть позже выйдет уже не такой пафосный но тоже зеленый maz 205 в боксе ссм с ранним кузовом который вполне спокойно можно купить и сейчас но нормального цвета зеленого maz 205 с поздним кузовом до сих не выходила так что в какой-то мере журнальная серия исправляет ситуацию потому что весной 2016 года уже после всех этих оранжево-красных и лимитированных грузовиков костромские китайцы наконец-то запустят продажу самосвал в коробочках автоистория серого и синего цветов качество у тех моделей было средней паршивости но надо отдать китайскому производителю должное они криво ставили передний мост и кузов как на модели автоистории так и на ссм с конвейера минского автомобильного завода в таких цветах в сером и синим грузовики масс вряд ли сходили массово но и ссм ведь тоже не очень-то и попал желанный оттенок так что почему бы не купить серый или синий maz 205 тем более за цену автоистории так рассуждали собиратели весной 2016 года пройдет чуть больше двух лет и теперь эта же модель выходит журнальной серии автолегенды ср грузовики под номером 34 выкрашенная хороший темно синий зеленый цвет качество сборки изготовления и окраски у костромских китайцев не сильно отличается для модели ссм автоистория или для журнальных серий так что с точки зрения исторической достоверности цветов этот масс однозначно выигрывает даже у изделий ссм не говоря уже про модельки из коробочек автоистория а упрощение для журнальной серии не такие уж и суровые в этот раз чтобы серьез сожалеть о том что на полке стоит журнальный грузовик вместо модельки из бокса ссм журнальчик на этот раз достаточно связано хотя уныло и скучно рассказывает историю создания самосвалов масс-205 и при этом авторы очень много внимания уделяют подробнейшему описанию деталей и особенностей конструкции которые позаимствованы из советской технической литературы формально информации много но она не об истории этого автомобиля а его конструктивных особенностях и рассказано это все сухим формальным языком видимо добивали текст до требуемого издательством объема но хоть фотографии журнальчики немало можно их поразглядывать в общем серединка на половинку и не сказать что халтурно но и совершенно не интересно а в следующем выпуске выходит масштабная модель грузовика на базе зил 43 31 костромские китайцы так и не переделали неудачную форму на эту кабину и теперь будут ее тиражировать и в журнальной серии тоже сам 205 масс машина безусловно интересная и легендарная история его создания и освоение в производстве и связка ярославского завода с мазами кразом и эксплуатация этих грузовиков в любом аспекте за этими грузовиками огромный пласт интереснейших событий явлений из жизни ссср первых послевоенных десятилетий и очень жаль что журнальчик оказался лишь сухой технической выжимкой из этой интереснейшей истории ну а масштабная модель это типичное журнальное изделие за свою цену которая по идее должна оправдать и недостатки и упрощения и отворотное качество сборки и окраски и пластмассовые детали красить которые китайцы не стали зеленый кузов например режет глаз своим дешевым пластиковым видом но конечно же для любителей выпилить модель из заготовки самостоятельно не такой уж и плохой вариант этот журнальный mass 205 стоит по нынешним временам он не очень дорого форма кабины на прототип однозначно похоже а остальное вполне можно докрасить и допилить украсить самосвал деталями из управления и декалями может получиться вполне приличное изделие в итоге да и для тех в общем то кто ставит модели на полку в том виде в котором их привезли в киоск тоже не худший вариант исходная форма неплохая и цвет цвет приличный в ряду себе подобных грузовиков этот mass 205 будет смотреться вполне нормально не шедевр но и не совсем уж китайская кривулька как под задержавшийся следующий выпуск журнальной серии автолегенды сср грузовики тот самый zil 4331 есть правда один немаловажный нюанс ведь многие собиратели уже давным-давно купили mass 205 в исполнении ссм те кто терпеливо дожидаются выхода масштабных моделей в коробочках автоистория тоже его купили и даже те кто хотели бы выпилить масштабную модель по своему разумению тоже уже сделали это кто-то даже ссм перепиливал кто-то автоисторию но у большинства собирателей этот mass 205 так или иначе стоит на полке пишите в комментариях нужен ли вам этот mass 205 журнальной серии автолегенды сср грузовики не забывайте прожать лайк или дизлайк под этим видео и конечно же подписывайтесь на канал